Вчера у нас, я вчера в телеграмме эфир делал, там был будь здоров эфир, два часа были мы, там Муслим Гасан Гусейнов был, Магомед был наш товарищ, да, потом еще один человек попросился в эфир, Байдулла тоже зашел в эфир, ну коммитнул это, звуковое, не видео, и он посвятил свое предложение по поводу тебя, как вы терпите то, что дед Рамазан в эфире у вас там ругаются, почему не удаляют и так далее, я сказал, я обязательно передам деду Рамазану, но он уже удаляет, он уже жестко взялся, говорю, в последние дни он жестко, потому что я ему говорил, что там у нас в эфире смотрят, женщины смотрят и так далее, когда подлецы глупые вещи пишут там, да, троллят, их надо удалять, и удаляем, вот это было. Там, ты знаешь, 3-4 человека, да, остановятся люди, нормальные, вот 3-4 человека, вот удалили, вот сегодня они смогут зайти, потому что их навечно заблокировали. Вот твоя саранча сегодня появится, кто остался еще, вот они их тоже удалили и все, это 3 эфира и полностью очищены от саранча, там проблем нет. Вот появился один саранча, сейчас, сейчас его сразу я, так, не приходя, как говорится, в сознание, чтобы он исчез. Ну что, Дед Рамазан, какие новости у нас, ожидания сбылись, нет, то, о чем мы вчера говорили? Короче говоря, мы, как дагестанцы, как уже все громогласно услышали новость о том, что чеченские депутаты приняли поправку Конституции, в которой гласит, что глава республики является ответственным за территориальную телостность Чеченской Республики. То есть, они не посчитали, что кто-то другой может являться ответственным за территориальную телостность Чеченской Республики, кроме как местный глава, свой глава, который избран своим народом, или же руководитель республики. Дагестанские же сказали, мы не являемся хозяевами своей земли, глава не отвечает за территориальную телостность. Тогда общественники поднялись, мы, 7 человек мы и всех, кто нас поддержал. Сказали, нету такой статей Конституции, которая Российской Федерации, федеральной Конституции, которая противоречит в этой части дагестанской Конституции. Покажите, эти депутаты вместе решительно пришли большой массой на встречу с общественниками, запомнили 90% своими депутатами и своими подхаливами, и 10% общественники тоже стучно пропустили, многих даже не пропустили общественников. Понимаешь? Вот это в Министерстве по делам национальности, это заседание состоялось. И они, вот это 90% начали кричать на общественников, подниматься, сажаться, кричать, там прерывать. Но, тем не менее, общественники сказали, Деньга Шахрудинович Халидов сказал, Туиск сказал. И даже тот парень, который ушел в армию на фронт, СВО, тот тоже активно говорил, хотя потом уже начал передумывать. Но Артур Исрапилов, как идеолог дагестанских депутатов, не внял ни одному сути, слову общественнику, не внял огромному количеству людей, которые стояли у дверей дагестанцев, которые приехали с гор, с различных районов, за свой счет, только для того, чтобы поддержать вот эту, чтобы депутаты не голосовали за эту позорную поправку. Не прошло. Не удалось. Они сказали, вы не правы, мы меняем Конституцию и делаем так, чтобы не было противоречий с Федеральной Конституцией. Но рядом с нами Чеченская республика, Карачаево-Черкесская республика, Татарстан, все же меня следовали. У них это по браку не сделали. Не пронесли. Теперь что получилось? Получилось так, что на наших глазах, прямо противоположное, чему голосовали наши депутаты, внесли в Чеченский парламент, и они четверть, единогласно, 42 депутата и все 42 депутата проголосовали за то, чтобы глава нес ответственность за территориальную ценностность Чеченской республики. Мы с тобой об этом говорили, Шамиль Мутаевич, вчера. Хотели выйти по этому поводу к дагестанцам эфир, но мы сказали, мы между собой договорились, что если совесть проснулась в наших депутатов, те, которые ярусно атаковали общественников, натравили на наших полицейских, натравили 6-й отдел по экстремизму, и вели допросы в ЦПЭ, и эти люди думали, я проснулся, у них совесть. И все телеграм-канали сегодня практически у меня дома, работы не делал, нигде работы не делал, свои уроки тоже пропустил, эфир не вышел по английскому языку в улучшению, и ждал. Хотя бы один депутат извинится перед общественниками, или принесет свои извинения за дагестанскому народу, за этот позорнейший акт, который вошел в нашу Конституцию, благодаря им ни одного слова, ни один депутат по этому поводу не высказал. Закрыли рты, поджали хвосты и спрятались. Вот сегодняшний итог, что наши депутаты, это не наши депутаты. Вот в сегодняшнем Алтайстане, если бы приняли ошибку, да, почувствовали бы себя, что продвинились перед дагестанским народом, опозорились, испортили Конституцию, казалось бы, кто-то должен был извиниться, сказать, уважаемые дагестанцы, вот я и мой друг, мы не смогли уговорить наших друзей там, или что-то такое подобное, извините, мы, наверное, предпримем обратный процесс, реверс, чтобы вернуть Конституцию на прежнюю позицию. Это тоже не сказал. Ни один человек. Я думал, может быть, пойдут в мечети сегодня Рузман. На Рузмане кто-то депутат выйдет, скажет, где жанат собрался, там хотя бы, чтобы побольше людей знать. Эй, Аллах, нет у нас депутатов, нет у нас республики, нет у нас власти. Вот это нам надо признать всем до дистанции. В сегодняшний день, в тот день, когда мы начали выступать, до сих пор, кроме того, не только в законодательной власти, да, мы же уже пятый год кричим, нету канализации, море воняет, море воняет. А Чечни, А Чечни, они недорогие. Их несложно построить. Любая подрядная организация, не любая, но, по крайней мере, более-менее серьезная организация, может их построить в год две штуки. Нет, даже это ничего не делает ни правительство, ни депутаты. Я прав, Александр Мутавич? Ну, вот первая часть, о которой говорил, как раз, дед Рамазан, ожидание по поводу того, что наши депутаты все-таки сделают обращение. Кто-то из депутатов, да, не оправдались, никто не сделал обращение. Никто не захотел признать свою ошибку. Сегодня, сегодня же собирались наши общественники. Вот, Али Аслав Кахачаев и Гаша Ахрудинович. Там я увидел Муслима Юнусова, Муслим был там, там Ахмедов Борозаков. Ну, там многие наши общественники сидели и обсуждали, в первую очередь, по теме землетрясения в Турции и в Сирии. И вот эту тему тоже обсуждали по поводу поправок. Там собрались, потом они обсуждали. Так вот, мы, честно говоря, мы обсуждали по звакам, что делать, как делать. У нас позиция такая вышла. Сейчас нам не надо конфронтации, да, там, жестко там проходиться под депутатом или что. Потому что мне сказали, что было давление, конечно, мы знаем это. И давление, и раньше по каким-то тяжелым законопроектам, какие проблемы были у депутатов, какие санкции включали в отношение них. И поэтому не стоит слишком жестко по ним проходиться, потому что жизнь такая. Но, тем не менее, хотя бы, чтобы депутаты республиканского парламента все-таки сами тоже инициировали возвращение этих слов в Конституцию, которые были удалены. Что глава республики гарантирует территориальную целостность республики Дагестан, чтобы ее вернули и инициировали сейчас на ближайшие сессии Народного собрания, когда обычно проходит последний четверг месяца. И чтобы обсудили или в этом месяце, или в следующем месяце, чтобы исправили свою ошибку. И сами депутаты на место вернули в эту статью, добавили эти слова, которые были удалены. Вот такое предложение есть. И предложение Сергея Алимовича Меликова, чтобы он поддержал это. Потому что, я не знаю, не будем сейчас даваться, кто инициировал, зачем это делали, но в связи с тем, что чеченский парламент принял такое решение, а чеченский парламент хорошо думал, прежде чем принимать такое решение, и там, будь здоров, работают и юристы, и правоведы, вот, и депутаты, оказывается, более ответственные. Поэтому, значит, то, что они убрали, наши депутаты, это была ошибка. Вот в этой части, это была ошибка, и они сами же должны ее исправить. Почему? Потому что все-таки им потом, людям в глаза смотреть, нашим дагестанцам. Они, я более чем уверен, наши депутаты, они не захотят войти в историю, как люди, которые жестко пошли против своего же народа, который требовал, чтобы не трогали эту статью, не удаляли этот пункт. У нас всегда глава республики отвечал, будь то госсовет был, будь то президент, будь то глава, всегда отвечал за территориальную целостность нашей республики. Так и должно быть. Поэтому они должны исправить эту ситуацию сами, показать то, что они осознали ошибку. Или же пусть задают эти вопросы, которые вот сейчас возникли, вчерашним днем, произошедшим в Чеченском парламенте. Пусть эти вопросы задают тем людям, которые их вынуждали принять такую поправку. Пусть они им ответят теперь, кто оказался прав. Мы, общественники, или они, которые таким важным видом ходят, серьезным видом, все, депутаты, и оказались людьми, которые даже, оказались не способны даже разобраться в трех соснах, как говорится. Хотя мы им это... Посмотри, у меня 10 депутатов, друзья ходил, даже аж таких кушал, на свадьбах сидел рядом, увидим, обнимались. Удалил я 10 телефонов. Полностью. Удалил, заблокировал и удалил, чтобы они тоже не могли ко мне позвонить, и чтобы я тоже никогда не вздумал к ним позвонить, если вдруг понадобится для этого. Понимаешь? Для меня это не люди уже. Я с ними не собираюсь вообще в жизни этой, после того, как... Это враги мне не сделают столько плохого, чем эти депутаты мне сделают для моей республики, для Дагестана. Вот. Теперь встает вопрос, Шамиль Мутаевич. К чему это? К чему вообще? Для чего заставили? Ведь ничего не изменилось. Ведь на данный момент для этой ситуации ничего не изменилось. Может быть, перспектива что-то ожидает нас, и в этот момент именно отсутствие вот этого пункта в Конституции может служить для препятствиям для нас и дорогой для других. Вот по этому поводу Ибрагим Камилову пишет. Вот Ибрагим Камилову 05. Я хочу тебе задать его вопрос. Дядя Амазан, эти поправки специально делают, чтобы объединить Чечню, Дагестан и Ингушетию. Вот просветительный знак. Как ты думаешь, что этому человеку можно ответить? Это глупость самая натуральная. Причем здесь это? Начинают всякие теории заговоров придумать в данном вопросе, что вот поставьте Чечню в покое. Что вам Чечня сделала? Все время начинают. Что произойдет в Чечне? Что произойдет в Чечне? Что произойдет в Чечне? У меня такое ощущение, что чеченцы этих идиотов нанимают, чтобы они такие глупости писали и все время напоминали о Чечне. Вот больше делать нечего, что ли? Слушайте, оставьте Чечню в покое. Им не до нас. Им вообще не до нас. Давай сделаем так. Да, у них чеченцы свои дела. Ну, человек спрашивает, а для чего? Вот какой-то смысл должен быть. Вот тогда, если не Чечня, тогда что? Дополнительно можно спросить Иврагим Камилов. Вот, ты знаешь, эту загадку все пытаются отгадать. Для чего было это сделано? Тем более, что в российской конституции это не прописано, чтобы Дагестан или какой-то субъект Российской Федерации отказался от того, что есть. Вот у всех загадка, но никто нам не отвечает. И эта тишина, гробовая тишина от тех людей, которые это нам внедрили, скажем так, в нашу конституцию, она делает так, что народ вообще теряет какое-либо доверие к органам государственной власти. Понимаешь? С тем, что народу не считается, народу не объясняет. Просто тупо говорили, вот с поправками с поправками Конституции Российской. Все. Это до какой степени надо не уважать свой народ, чтобы грубо вот такие макаронные изделия вешать на уши народу. Это говорит о том, что народ за народ не считает уже для Рамазана. Раз так грубо и цинично вешают лапшу, хамски, они считают, что народ быдло, который не заслуживает того, чтобы что-то знать. Но ответ народ тоже отвечает взаимностью. уже даже если органы государственной власти что-то хорошее сделают, они уже не воспринимают, не верят люди. Абсолютно не верят уже ничему. Вот сам смотри, вот мы постоянно читаем о том, что проблемы со светом, проблемы со светом, проблемы со светом. И все время видим, вот сегодня тоже был налет на энергосистему Украины. Вот сидишь сопоставляешь, да, у нас энергоналет на систему энергетики в Дагестане не было, в Махачкале не было, в других местах не было. Но почему мы больше читаем проблемы со светом у нас, чем то, что происходит там? Это что такое? Даже этот вопрос решить, энергетики вопрос решить не могут. Мирное время, у нас мир, спокойно, все. У нас нету обстрелов, даже все равно, постоянно. Света нету, или если свет, там очень мало напряжения показывают. Все. Как? Вот сейчас, сегодня утром информацию мне скинули, что Чечня вошла, заняла восьмое место там по уровню развития и так далее там в Российской Федерации, а там всего 20 мест показывают, больше не показывают. Дагестана там близко нету. Близко нету. Вот сидишь и думаешь, да елки-палки, почему мы все время где-то бываем там ближе к хвосту? Почему? Что мешает Дагестане поднять? Тем более у нас там и туризм вроде, и народ попер, и денег куча навалилась, а все равно счастья нет. Почему? Вот почему невозможно это сделать, чтобы людям было нормально. Ничего спокойное, вот не было туристов, жаловались туристов, есть, денег, завались, да, деньги получали люди, завались, но все равно ничего хорошего это не дает. Очень много вопросов, ответы на которые мы не получаем, и то, что мы не получаем ответы, и людей нервирует. Вот хотелось бы прямой дискуссии, вот сегодня было, например, в здании профсоюза встреча общественников, надо было, наверное, туда, кому-нибудь из властей прийти и сказать, уважаемый Джамат, вот мы тоже свое хотим вам озвучить. Нету? В параллельных мирах живут, вот это очень плохо, люди. Смотри, Джамиль, если так подумать, если сейчас депутаты примут дополнительный закон Конституции, не несуществующая территория Дагестана, она не имеет претензий ни с какой стороны. У нас никто не хотят отобрать ничего. Соответственно, принять закон, что ныне существующая территория является вечной дагестанской территорией и неделимой. В случае попыток какого-либо региона, государства, государственного деятеля, весь дагестанский народ имеет право на защиту этой территории. Если вы такой закон приняли бы, это означает, что любой дагестанец, увидев, что территорию кто-то забирает, может вооружиться и начать войну за свою территорию, если уже дипломатические пути не увенчались успехом. Соответственно, вот этот закон, который сейчас приняли продажные депутаты, нивелируется тем, что ответственность за территорию Дагестана лежит на дагестанском народе. Вот эти депутаты, если это сделают, все их грехи будут прощены, мы их признаем настоящими дагестанцами и скажем им спасибо. Вот депутаты, скажите, вот это все, что сейчас есть, она же без спора, территория вся неспорная. Соответственно, никто не претендует и вы смело можете заявить эту территорию вечной неделимой территории дагестанского народа. Если это сделаете, это будет все грехи вашей прощены. Теперь второй вопрос, Шамиль Мутаевич. Смотри, нам бюджет освоить не дают. То есть мы хотим построить очистные, но нам деньги дают на школы. Мы хотим построить канализацию, но нам деньги дают на яблочные сады. мы хотим построить трансформатор, который закупить, чтобы электричеством обеспечить наших жителей. Вместе трансформаторов нам дают такое что-нибудь, которое не очень сейчас нужно. То есть явно дагестанский народ провоцирует экономически в смысле. Дальше. Нам навязали закон о казаках. Не прошло уже. Ну, навязал. Потом нам навязали о территориальном закон, о территориальном поправке, о территориальном целостном. Вот теперь нашим депутатам, кроме того, что объявить территорию нашу вечную и неделимую, вторая задача депутатам выясните, откуда исходят вот эти угрозы страшные для Дагестана. Кто их придумывает? Если Путин, президент, приезжает в Ботлих, мужественно стоит, обнимает дагестанцев, уходя, садя на самолет, он поглядывает и говорит, я вам деньги дам на очистные и идет Васильев, сколько денег он просил, столько и дал бюджет. Идет Меликов, сколько он просил, столько дают денег. Теперь стоит вопрос, кто в нижнем уровне какой-то костяк, третий сортный кабинет какой-то специально провоцирует Дагестан для своих целей? Я не думаю, это самый высокий уровень. Откуда исходит вот это унизительное давление, считая дагестанцев чмушниками, всякие поправки, всякие законы, тупые, вообще непонятные, все народы России смеются над дагестанцами. Только дагестанцы, сами депутаты наши, которые ответственны за это, ничего не говорят и послушно, преданно, прогнувшись, принимают эти поправки. Примерно источник администрации президента это находится, или в Совете Федерации это находится, специальная вот эта провокационная шпионская группа, или в Государственной Думе, или в администрации президента. Вот если эти депутаты есть, кто-нибудь, эфир вышли, да, подозрения, нет их, да, вот твои подозрения, откуда источник всего этого зла для Радагестана. Этот источник тоже высоко сидит. Потому что сам подумали, Рамазан, вот, вот Турция, да, землетрясение, архитекторов тут же арестовали, да, весь народ видит, архитекторов арестовали, которые строили эти дома, посыпались там, определенном городе. Момент. и мы видим, да, вот вина, да, архитекторов. А у нас никогда никого ничего не говорят, и никогда этот, ну, не может же быть такое, что вот который скандал поднялся в Дагестане, да, по этим поправкам. Все сбудоражило, все сбудоражило, везде, везде. Мониторят же то, что происходит, туда же докладывали, но никого же не наказали. чихнешь, там все знают, но почему не говорят, уважаемые дагестанцы, вот, задержан человек, который вот это, вот это, вот это, там, от имени или по поручению там, выдумал тему и вот вас внедрял. Успокойтесь, все нормально. Почему этого не делают? Короче, не знаю. Еще один вопрос. Я знаю, что ты там знаешь, но не наказывал. Ты полагаешь. У меня есть источник, да, раз такие там рождаются идеи страшные для Дагестана, смотри, еще что интересное, да, Дагестан в борьбе с этой угрозой, непонятной для нас источником, штабом по терроризму против Дагестана, когда они такие инициативы бросают на Дагестан, у нас нету друзей, ни Татарстан, ни Чечня, ни Бурятия, ни Хакасия, ни Якутия, ни Мордовия, за нас ни Башкортостан, за нас не заступились. Почему в Дагестану навязывают вот такие идеи, вот такие поправки? Нас спросили. Ну, такой у них практики нету, почему-то. У них нет такой практики друг за другом стоять. Вот так, вот, как бы не вмешиваются в дела внутри субъекты, да? Как бы. Хотя, вот я же вчера мониторил Конституцию Татарстана, например, перепроверял. Там в статье Конституции прописано, что глава республики отвечает за территориальную целостность. Проверил Конституцию Кабардино-Балкарии, то же самое, глава субъекта отвечает за территориальную целостность. Северная Осетия, то же самое, отвечает за территориальную целостность, глава субъекта. Почему там, а это есть, почему у нас убирали? Никто ответа не дает. Конечно, вот, можно сделать запрос той же самой прокуратуре нашей республики и сказать, вы отправляли мадам к нам в этот Миннаци, когда 24-го проводили мы мероприятие октября, вы отправили нам прокурора женщину. что-то там она говорила, понять, которое невозможно было. Каша. Конкретно по существу, которое нам не сказала точно. По этой поправке, как по каждой поправке, которая предлагается, она нам ничего не разъяснила. У них специальный талант подбирать людей, которые говорят, как Горбачев, много и ни о чем. Не поймешь, что они говорят. А по сути не сказали. Ведь эта прокурорша должна была на наш вопрос ответить, сказать, в этой части по закону вот так, в этой части по закону вот так, а вот в этой части по территориальной целостности прокуратура пас. Здесь нету ничего, нам нету никакой мотива менять Конституцию Дагестана в этой части. Все. Вот так должна была сказать прокурорша. Она этого не сказала. Говорила, 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 не поймешь, что, короче, как обычно, пудрят мозги людям. Понимаешь? А сейчас простой вопрос. Ну, ты же помнишь, я прокуратуру, которой вопросы поставил, они вообще другую отвечали. Ответ совсем другой. Мы фактически сейчас в параллельных мирах живем с ними. Еще один вопрос такой. смотри. Ключевые должности глава, председатель парламента, генеральный прокурор, верховный судья. Вот здесь ФСВ, тоже можно сказать, следственный комитет. Такое впечатление, что ни один дагестанец для них нету ни одного дагестанца. Совершенно чужие люди поставлены над Дагестаном. И это означает, что если какой-нибудь дагестанец будет оттачить, призевать людей, помочь ему вместе решать этот вопрос Дагестана, его ему опираться на закон, на главу, на парламент, на прокурора, на судью нету возможности, потому что они как будто бы насажены для того, чтобы дагестан, дагестанцы не могли оттачить. Объединение невозможно, спор невозможно. Вот маленько мы поортачились насчет поправки, теперь это поправку тоже мы правильно оттачились, но дагестанцы сейчас думают, стоит ли поддержать этих общественников, слишком если большая сила идет против Дагестана, вот эти 6-7 общественников тоже просто выселят куда-нибудь и отправят их сделать, и на агентами арестуют, тогда останется ли в Дагестане хотя бы один дагестанец, который готов защитить свою республику при такой угрозе? Рамазан, у нас у меня такое ощущение складывается, что нам мстят. Ты там думаешь? Конечно. Вот были у нас чиновники, помнишь, да, которых пересажали. Помнишь в то время о чем говорили люди? долю дают типа в Москве, поэтому они сидят. Помнишь, так говорили все? Вот сколько они пришли в Москву, никого не наказывают, никого не наказывают, никого не наказывают, как воровали, так и воруют, и так далее, и так далее. Ну, убрали их, уже устали от этих хабаров, убрали их. А сейчас мы прогресс увидели? Нет? Регресс. Регресс. Это о чем говорит? Нам мстят. Вы ведь неплохо было, да, определенным лицам сидеть и получать хармок чай, да? Нормально же сидеть, доляны получали, а теперь эту тему порезали, всех посадили, поток прекратился, ну, надо отомстить, сволочи, вы нам такую лафу испортили. И теперь у нас, нам сделали так, что теперь мы сидим, многие же дагестанцы говорят, хромой, кривой, но нашего надо оставить, мы дураки там, своим там проблемы создавали. Видишь, что говорят теперь? Вот до чего они довели ситуацию. Говорили, все будет хорошо, приезжают электрики, приехали, помнишь, там, миллиарды потратили, там, и все, и что? Стало только хуже. Слушай, вот сейчас ты когда напомнили, этих электриков, бригады электриков, которые на 7,5 миллиарда пригласили 2000 электриков со всей России, ведь после этого должно было хотя бы вот ближе, улучшение 20 лет 20 лет должны быть провода поменяли, столбы поменяли, что они там сделали, не являются ли под видом помощи, вреда не сделали, потому что судя по всему, вся Махаткава стоит, Бабки отмыли, но те не видели, что ли, что они бабки отмывают, это же, получается, что везде в Загистане какое бы предприятие ни предпринимай, какой-нибудь проект, все равно это направлен на то, чтобы те отмывали бабки. Мы сейчас объясняем, что трансформатор невозможно купить, трансформатор невозможно купить, стоят люди ждут, месяцами какой-то трансформатор ждут, оказывается никакой вообще в основном компе как это называется амортизации, ведь изнашиваются провода, столбы, на них надо откладывать, вот тот хозяин, который держит у себя рост серти, они должны откладывать, чтобы в случае чего, до того, как оно испортится, поменять его. Не то, что это, даже когда испортилось, когда сгорел, его даже поменять, надо у кого-то там взять, откуда они берут, я не знаю. это означает, давай, итог подведем, Дагестан ведут, Дагестан ведут, но так как куда ведут, мы не знаем, смотрим на других, куда привели, другие субъекты, куда пришли, я знаю несколько субъектов, которые пришли туда, куда сейчас ведут Дагестан. У нас пока не туда ведут. И я знаю, куда мы придем, и что с нами будет тоже. Я это уже очевидно вижу, потому что с тремя уже случилось. с кем субъектов? Ну, не буду я говорить, Дагестан тут уже из мозги. Пускай сравнивают все 20 республик, во всех республиках что-то такое. Тот штаб, который вредит сейчас нам, он уже успел пройти по другим республикам, у него большой опыт. И когда он увидел такое отсутствие сопротивления среди депутатов, теперь уже и на инфраструктуру, и на бюджет, полностью они лапы наложили. Дагестанцы хуже и хуже, практически нам будет очень тяжело. И вот как в данном моменте внезапно сработает наша солидарность дагестанская. Ведь у нас общая история. Наши предки воевали за эту землю. Мы получили огромную территорию, огромное количество народов, которые между собой дружили. У нас единый менталитет. Уоженник старший, свадьбы, прием гостей, взаимоуважение, когда человек в беде оказывается помогаем. Даже вся Россия вот дальнобойщики, сколько уже писали, что дай Бог проехал в Дагестане, сколько они останавливают и помогают. Сами помогающие силивают. Эту республику хотят именно самая добрая, самая хорошая республика хотят куда-то привезти. Куда привезти? Как вы думаете, уважаемые дагестанцы, сидите здесь, сколько, 200 человек, вот скажите, для чего это делать? Вы примерно как политически способны думать, мыслить, предвидеть. Если у вас беспокойство о своей республике, или только Дядя Рамазан и Шамиль Мутаевича об этом будут говорить, остальные будете сидеть, твердеть на своих диванах, греть табуретки и критиковать. Если у вас совесть и какой-нибудь солидарность, куда нас ведут? Скажи. Здесь пишут к войне. В чем? В войне? Нет? Лупость? Нет? Не к войне. В Австралии здесь пишут? Если к войне мы моментально найдем общий язык, потому что мы междунациональный мир, как Абдул Тейфов говорил, наши народы никогда не воевали друг с другом. Нет такого периода, когда мы воевали. Соответственно, и с другими тоже мы можем найти маслят и общий язык. Из республики хотят сделать область, пишут. Область если сделают, пускай будет Херблас, какая разница нам, область, республика, все равно это не наши слова. Из-за того, что название поменяли, от этого ничего нам не изменить. Дальше, какие варианты есть? Как сказал Жириновский нужен Кавказ без Кавказцев? Ну и что? Огромные территории без Кавказцев до самой Сибири. Самолет целый два часа летит ни одного населенного пункта нет. Нет, пустующие территории. Пензенская, Кастромская область. Вот они пустующие. Зачем иметь пустующие территории и что Дагестан тоже пустующий? Для чего? Это тоже глупость. Неправильно. Не знаете? Идет, к бухне пишут. Ну, бухарь, сам пишет. По себе судит. О чем? Так. Товороссийск тоже говорит в печальном состоянии. Вы знаете, я вот, как мне рассказали, вот в Дагестане приехали, помнишь, из Татарстана, когда еще Василий был. проводилось мероприятие. Эти гости, которые приехали к нам, разговаривать стали полтора часа на татарском языке у нас в Дагестане. Вот тебе ответ. Унизили Дагестан. Унизили. Приехали в Дагестан к нам сюда и разговаривали на татарском языке между собой. Мероприятие проводили. Наши сидят, ничего не понимают, о чем речь. Делегация приехала к нам и у нас в Дагестане сидят, заседание проводят на татарском языке, а наши сидят, ничего не понимают. Люди, что происходит. Специально унизили Дагестан. Так. Похоже, здесь или его компания после окончания войны станут по-серьезному богатым. Ну, понятно, они на этом заработали. Потому что так, все же вы пришли к тому, чтобы переименовать 26 бахтийских комиссаров на 72 дагестанских дагестанских. Не 72, а 74 было депутата. Вот. Так. Спасранщикам надо было... Хочбар Гасану, это кто имя Хочбара? Хочбар Гасану это пишите? А, вижу. Надо было их в Ирландию отправить их. Четко пишите. Так. Укрепление регионов объединить. Слушайте, как можно укрепить регионы, если регионы сами вот такие слабые? Чего вот с кем укреплять? Ведь везде пишут, что проблема. У нас же не бывает отдельный закон для Дагестана, отдельный закон для Краснодарского края. Это вся система одинаковая. Почему? Потому что людей ставят на должностях очень слабых. Когда ты слабых ставишь на должностях, ты хорошего не можешь. Он неспособен наступить в этих поступках вообще. И он будет подбирать себе подобных таких же слабых. Вот поэтому органы государственной власти очень слабые. Потому что упор сделан на самых слабых. Сильных близко не подпускают. Вот и все. Вот. Вот смотри, Пригожий, да? Какой мужик с характером. И вот, пожалуйста, его подразделения как мои. А? Видишь? Там Кандыровцы, там наши дагестанцы много там понятно. Вот когда видят руководители, да? Сильные, крепкие, с характером на своей позиции все. С ним связываться никто не будет и навязывать не рискнет ничего. А когда слабого оставят, которым в проблемах верят. С ним навязать проблем никаких нет. Просто слово сказал и все выполняют. Аж на опережение руки вверх поднимают сразу. Я специально вопросы задаю и не отвечаю. Я как пытаюсь пробудить дагестанцы на их сознании. Они привыкли как на ферме, да? Вот смотри, как созданы вот эти молчуны дагестанцы. Когда они были октябрятами, это взрослое поколение, их лепили октябрятами. Потом их сделали пионерами. Потом делали комсомольцами. Все, они уже полностью самостоятельность потеряли. Они практически информационные рабы. Почти наверное 90% нельзя сказать, где-то наверное 60% дагестанцев, которые не имели мозгов, не имели мощного образования, а жили вот комсомольцы, комсомольцы, пионеры, октябрятов, вот это все, из них лепили. А те дагестанцы, которые сейчас вот саранчо я их называю, их никто не лепил. Они выросли так в разброд. Потому что был один момент какой-то ваххабистский, помнишь, когда лепили религиозный, они тоже слепили определенную категорию людей. Очень сильная идеология у них была. Аж люди на смерть шли. Чем коммунистическая идеология, ваххабистская идеология сильнее была. Потому что люди жертвовали своей жизнью просто не знают никакой награды. Это так вообще мощно было. Теперь это преодоление. А теперь это саранчо, их никто не лепил, разброс. Ни один друг на друга не похожий. И у них нет перспективного введения будущего Дагестана. Единственное, кто может спасти Дагестан, это мы. Из того поколения, и перед новым поколением, пограничное поколение, потому что если сейчас мы не сделаем Дагестан такой перспективы, чтобы наши внуки жили хорошей республикой, ухоженной, инфраструктурной, чтобы сюда весь народ приезжал не только с севера России, но еще и с юга, со всех сторон, чтобы к нам приезжали инфраструктурную, ну и сам народ тоже не приведем к исполнению закона, то примерно через 15 лет Дагестан и дагестанцы исчезнут с планеты, и тогда уже по одиночке распадем исчезнет волки пишут нужны в горах, иначе шакалов разведется много. Ну это такая аллегория, да, непонятно, что это надо сделать. Аллегория-то она уместная. Шакали тоже существуют в природе, да, они тоже нужны природы, не только волки. Как раз таки волки отстреливают их. Слишком много интересных читай, успевай, читай, что ты успеваешь. После принятия закона о том, что президент не несет ответственность за территориальную ценность, на Аллахский район вернут. Да глупостей не пишите, на Аллахский район это республика Дагестан. Что вы слушаете хрен пишите постоянно, ну такими неграмотными людьми нельзя быть. Это же дагестанская территория была и есть. Чем вот люди абсолютно неграмотные, одно и то же пишут, вот эти не знают вообще, ничего, понятия не имеют. Ну это ассарант. Вот у меня больше всего песен, у меня больше всего песен знаешь, когда вот мне берут и говорят посмотрите в чеченском паблике, что в чеченском паблике, я говорю, слушай, я сейчас тоже сяду в Махачкаре создам якутский паблик и буду мочить Эвенков там Чукчей от имени Якутов. Дальше что говорю? Ну мозги-то иметь надо, но нельзя же быть ослами такими. Вот все время мне скидывают, я говорю, я не смотрю эти паблики, вот смотри, что они заявили, что заявили, паблик кидает, какой-то левый электронный голос робот говорит, робот, где же в Ютубе эта программа робот говорит, я говорю, вы ненормальные что ли, говорю, вы что мне скидываете? Вы реально серьезно воспринимаете это позиция такая, да, народа Чечни, вы шакалы, говорю, вы дебилы, ослы, потому что время на вас тратить, я не хочу общаться с дебилами, которые серьезно верят, такой хрень, это дебилы. Так, начинается глупо просто писать это так. Так, дядя Рамазан, чтобы объединить Дагестан, спасу, надо организовать народное движение с лидерами, с этими лидерами, надо сообщать, работают, благо народа и будущее дай. Были эти народные движения тоже, будь здоров, и где они все, так, Дагестан зачистили, захватили, рейдеры, для того, чтобы появились независимые, сильные лидеры, блин, с чего вы это взяли, слушай, ой, логики нету. Так, пересекли, для имитации, к Казахстанге. Джамаси тоже сидят, сейчас смотри, они или не успевают называть на клавиатуру, вот, вот этих людей, вот сейчас смотри, кто прорывается эфир, да, ни одного нормального ответа, там, какие-нибудь вопросы, какие-нибудь соображения, вот кто может сказать, дядя Рамазан, ты, как чувствуешь себя, там, или что-нибудь, двойные вопросы, это, ну, эфир такой, да, а вот в Дагестане, откуда могут появиться лидеры, вот если подумать, да, кто может внезапно почувствовать ответственность, это пенсионеры, бывшие военные, которые имеют большую пенсию, храбрые люди, да, были в очень опасных ситуациях, уже состарились, но они еще не старые, рано уж не наступили пенсию, могут ли они составить союз по организации дагестанской жизни, могут ли молодежь, которая бизнес делала, где-то им исполнили 40 лет, дома купили, квартиры купили, уже детей родили, машину купили, теперь они видят, что так дальше не может продолжаться все хуже и хуже, из-за предстоящей опасности могут ли объединиться 40-летние, если шанс на них, а если такой шанс, вот, бывшие преподаватели, учителя, врачи, вот, интеллигенция, внезапно сообразив, что хуже и хуже с каждым годом, с каждым днем, гадим море, мусор не убираем, электричество пропадает, поняв, что инфраструктурные проблемы ввергает народ в нищету, остановить вот этот беспредел, поставить руководство всем организациям своих людей и убрать людей, которые не смогли справиться с должностями, да, вот, кто примерно может или нам надо ждать, что нам такого человека дадут? Кто даст? Кто даст? Вам давали уже, дают, вон, не знаю, избавиться как от этих? Нет, расчет, расчет только старшие могут что-то сделать, которые людям сейчас минимум 45-50 лет, только они могут что-то сделать, а которые молодые, вот мне говорят молодежь, 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 вот, поправка Конституции, которая была, ты видел позицию молодежи? Эти всякие парламенты, всякие молодежные, там еще всякая хрень, честно говоря, слово кто-нибудь сказал, слово, хоть кто-нибудь сказал свою позицию, ходят, куда-то лезут молодежные лидеры, где ихняя позиция была по поправкам Конституции, язык себе в анус засунули и молчали, вот пусть там же и сидят, и не рыпаются, у нас нету такой активной молодежи. Согласен, Шамиль Мутаевич, знаешь, почему? Вот вся молодежь знает, что во время поправок Конституции Хамзаев, депутат Государственной Думы от Дагестанской республики, от Дагестана, назвал грязными словами всех общественников, грязными словами. Молодой. Все его выстрелы были холостыми, его ровесники, вы здесь сидите как эти, да, чумошники. Ни одно слово даже не говорите ему. Или вы заходите на его страницу. Султан Байбулатович, почему вы так говорили? На каком основании? Теперь все дело повернулось. Вот уже все республики оставили такую статью, значит, не было противоречий Конституции. Почему именно на Дагестанте наезжали? И когда выяснилось, что вы были неправы, почему не извиняетесь? Напишите, участвуйте, и можете участвовать? Или же точно так же чмошники сидят на диванах, вы ждите меня, воняете за воздухом, только способны писать глупые комментарии? Ты знаешь, для меня лично лакмусовая бумажка тех людей, которые в окружении вот с такими бывают, таких близких к себе попускать нельзя. Это предатели. Это предатели или тверд. Есть порядочный человек, сразу отошел бы, сказал бы, все, меня рядом с тобой нет. Вот если я увидел бы, что подлец какую-то грязь говорит на взрослых людей, оскорбляет, унижает, там все, я бы с этим человеком рядом больше нигде не стоял бы. Близко. Я бы сказал бы, все, до свидания. Это у меня своя позиция. А другие писали, говорите, Адрамазан. Писали. Видимо, некоторые писали. Не видели. Не видели. А эти продолжали лизингом заниматься и продолжают. После этого эти люди самые страшные для Дагестана, которые рядом с такими стоят. За подвоз с такими после этого близко подпускать их куда-то. За подвоз для Дагестана. Крест должен быть на них. Если человек свою позицию не озвучил после таких слов и рядом крутится с такими, это человек ничтожество. Все. Я после таких даже говорить не хочу. Все. На этом остановим. Сегодня у нас очень грустный эфир получился. Сегодня у нас получился трагический эфир. Трагический. Этот день сегодня выяснил, в каком состоянии Дагестан находится. Этот эфир будет вечно в истории. Этот эфир надо обязательно записать его и в учебниках истории показывать, в каком состоянии был в 2023 году 10 февраля Дагестан. Практически без руководства, без конституции, без канализации, без очистных, без нормально действующего правительства. В полном разладе никогда, наверное, в истории человечества не было такого человечества в истории Дагестана, что мы вот так грустно сидели и даже имам Шамиль, окруженный в Гунибе, и тот, имел надежду и поднять Дагестан. А мы настолько окружены духовно, души наши растоптаны из-за того, что нет поддержки и несколько человек только крутятся в этом кругу. Поэтому, дорогие друзья, наверное, мы тоже прекратим эти эфиры, остановимся, больше тоже с вами общаться смысла нету, нам тоже воевать смысла нету, слишком большая сила идет против нас, мы поэтому закроем эфиры тоже и с каждым своим делом, каждым своим делом будем заниматься своими детьми и больше ничего, вообще плюнули на вас, живите как хотите. Не получили это, не дадут. Не дадут. Так, что у нас еще этот, только по существу ребята, вот некоторые специально засадяют в наш эфир сволочи, боятся то, что мы говорим, отвлекать. Я сейчас человек 8 удалил в черный список или 10 загнал в черный список. Я сразу предупреждаю, ребята, загоняю в черный список вот этим пальцем моментально. Сейчас эфир закончится, идет эфир, эфир идет. Где? Эти звонят. А, понял, в нашу завтрашнюю. Да, так. Ну, давай завершим эфир уже. Ну, да, завершаем, все, я думаю, остальное в комментариях можно будет это самое написать. Все, эфир печальный, контактация фактов, но посмотрим, может что-то сдвиг в мозгах у наших произойдет и начать чуть-чуть по-другому тоже уже думать. Так. Давайте здоровья. Мы сегодня устроили землетрясение в ваших головах. Во что это вывел? Пишите в комментариях. В комментариях вы уже думаете, чтобы ваш комментарий не пробежал. Думайте, там будут стоять комментарии. Ну-ка, напишите, взрослые, аксакалы, ваше мнение о сегодняшнем эфире, о тех проблемах, которые мы здесь поднимали Шамиль Мутаевич. Барфала, всем хорошим. Все, давайте, здоровья. Здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok